Специфика употребления спайса внутримерно отлична от специфики употребления опиоидных наркотиков. И это связано с тем, что необходимо более частое введение наркотического вещества. Соответственно, человек не успевает воспользоваться теми услугами, которые предоставляются. В частности, он может не успеть обменять шприцы и использовать один и тот же шприц, так скажем, большим количеством людей. Давайте упомянем, насколько часто. Ну, а насколько, это примерно каждые полтора-два часа. До 20-ти разы я читала такое. Да, 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 да. И, естественно, потребитель наркотиков не успевает подумать о том, что ему надо принять какие-то меры профилактики, потому что, естественно, все сознание направлено только на то, как бы получить дозу и как бы быстрее ее принять. И действительно, особенно в городе Минске в первые три месяца 2015 года наблюдается всплеск ВИЧ-инфекции именно среди употребителей синтетических наркотиков внутривенно. Да, такой риск есть. Вот, то есть мы до этого с вами говорили о том, что нужно делать в применяющейся наркосцене. Но, понимаете, конечно, нам всем нужно быть гибкими и приспосабливаться к изменяющимся наркоусловиям, так скажем. Но есть и те услуги, которыми мы можем предоставлять и которыми могут воспользоваться как те, кто употребляет опиоидные наркотики, так и те, кто употребляет синтетические. Те же анонимно-консультативные пункты, те же центры социального сопровождения, те же центры поддержки наркозависимых, они работают для всех тех, кому нужна поддержка. Если раньше были инъекционные, и очень шибко подумаешь употреблять или не употреблять, то бум был из-за того, что это было легально, доступно, недорого и очень много. И поэтому, конечно, молодежь это ассоциировала с чем? Ну, как с обычным курением, не более того. И беда случилась в том, что синтетические наркотики, в отличие от природных, имеют очень большую способность скрепляться с теми рецепторами, на которые, насчет чего вызывается эффект. И если природные, вот я рассказывала, канабиноиды, то есть конопля, это несколько часов она задерживается на рецепторе и уходит, то синтетические наркотики имеют в сотни тысяч раз большее сродство, почему они закрепляются, они приходят в организм, почему мы получаем молниеносные наркомании, молниеносную зависимость. Она садится на рецептор в головном мозге, и сколько там будет находиться это вещество, это непрогнозируемо, оно через полгода выйдет, через месяц, через три, мы не знаем. И оно непрерывно стимулирует вот эти мозговые рецепторы на такие ненормальные действия. И мы видим на спайсах, если до мозга опиатного наркомана можно было достучаться, то и он в большей мере страдал от последствий физических, от ломки, то до мозга спайсового наркомана бывает достучаться очень сложно. Субтитры создавал DimaTorzok